ВЫЗОВ Вызов. Именно так можно назвать основную причину создания современной компании Center of Bioenergy Research с уникальным для Казахстана направлением в сфере научных исследований и экспериментальных разработок в области биотехнологий. Возникла идея именно заниматься коммерциализацией научных разработок. Тогда приняли закон, обязывающий недропользователей выделять 1% на научно-исследовательские работы. И тогда я подумал, что мы можем как биологи предложить Казахстану, да именно в нефтяной отрасли. И тогда мы начали разрабатывать проект по увеличению нефтеотдачи микробиологическим способом. В 2014 году уже я ушел с университета. Мы выиграли грант по коммерциализации технологий в этой сфере. И так как мы были, можно сказать, первые вообще в Казахстане, первые ученые, которые вышли, можно сказать, в открытое море, да, в открытый кем-бизнес. 120-130 нефтяных компаний из Казахстана, мы обошли 100 компаний с презентациями. Почти все смеялись, ну, бактерии там и так далее. То есть только одна компания согласилась, чтобы опробировать. Нам нужен был кейс, нужно все с туля начинать. И мы начали заниматься отбором нефти и пробы с месторождения. Именно тогда молодая команда под руководством амбициозного литера принесла в отечественную нефтянку такие термины, как биотехнологии, секвенирование бактерий и ДНК-исследования. Уже первые опыты показали, что направление было выбрано правильно. Вообще эффект был бешеный. Там 3000 тонн нефти доп. добыча было. Это порядка, ну, где-то 2 миллиона долларов чистой прибыли для нефтевой компании. Это междисциплинарная область между нефтяной, нефтянкой и микробиологией. Мы начали первыми делать то, что вообще никто в Казахстане не делал. Поэтому на начальном этапе это было сложно. В 2018 году у молодой казахстанской компании появились первые серьезные заказы. Пришли первые деньги. Но самое главное – пришла определенная известность. Начали зарабатывать нормальные деньги и уже вышли на нормальный уровень. Как нефтесервисный комп. То есть мы из ученых превратились в нефтесервисную компанию. Под запрос заказчика месторождения мы уже разрабатывали технологию. От пробирки, от лаборатории до рынка. Полный цикл закрыли. На рынке именно микробиологии мы можем сказать, что мы сделали революцию. Так как до этого еще никто не предлагал. Приходили американцы. По нашей же технологии предлагали. Это стоило 25 миллионов долларов. Мы предложили, сделали это в 100 раз дешевле, например. Соответственно, мы стали первыми на рынке. С целью выявления источников загрязнений на западном мескине в городе Апера компания провела комплексные исследования атмосферного воздуха с привлечением научно-исследовательских институтов и определенных лабораторий, которые не выявили вклад в воздействие по городу Апера объектов компании, расположенных в западном мескине. Так как у нас есть определенная компетентность именно в нефтяной микробиологии по определению бактерий, НСФС обратилась к нам в 2020 году с проблемой неприятного запаха с испарительным лабором. Есть несколько причин возникновения запаха сероводорода. Я знаю из них, это биологически естественная причина. Это когда, если есть определенное количество концентраций сульфата в воде либо в среде, сероводов, восстанавливающий бактерии, они автоматически там появляются. Это для них благоприятная среда для размножения. Они размножаются. В сутки бактерия может в 10-8 степени. То есть триллионы клеток вы можете получить в сутки. Соответственно, мы предложили разобраться, в причине возникновения вот этого запаха. Это может быть химическое, либо техногенное, либо это биологический способ. Мы взяли, отобрали пробу воды с лагун. Также провели определение ДНК всех микрограниц, которые там есть, и выявили, что там порядка 98-99% это и есть сульфат восстанавливающий бактерий. Результатом анализа микробиологами в Центре for Bioenergy Research была выявлена очень высокая концентрация бактерий на наших прудах испарений. Причем на долю SRB приходится около 90%. Иными словами, эти микроорганизмы конвертируют сульфат до сероводорода, что очень негативно сказывается на качестве атмосферного воздуха. Наша задача была решить проблему с сульфат восстанавливающими бактериями, потому что НСОС не смог, пробовал все химические методы, но они не помогали. Мы предложили биологический, природный способ, чтобы активировать их конкурентов. По рекомендации микробиологов данного Центра было предложено использование нутриента IREX, который стимулирует рост бактерий конкурентов SRB и блокирует конвертацию сульфатов до сероводорода. Такое решение помогло нам значительно снизить популяцию SRB на данных прудах, что в свою очередь помогло снизить образование биогенного сероводорода. В результате этого мы проводили мини-пилотные испытания уже на лагунах. То есть то, что ты получишь в лаборатории одно, но ты должен подоказать это в естественных условиях. Концентрация сульфатов восстанавливающих бактерий снизилась с 99% до 45%, в первый год, во второй год до 10% снизилась. Благодаря сотрудничеству с компанией НСОС молодые ученые внедрили несколько важных внутренних стандартов по охране здоровья, труда, окружающей среды и обеспечению безопасности, чтобы соответствовать международным требованиям. Повысили свои компетенции по различным технологическим процессам. Помимо ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001, здесь также внедрили внутренние стандарты качества и безопасности труда. Работа компании НСОС по развитию казахстанского содержания мы оцениваем положительно. Это такой первый значительный положительный опыт в нашей работе. Вся работа, весь процесс проводится тщательно с их стороны. Видно, что для них это очень важно. На всех этапах у нас были вопросы, потому что мы первый раз работали с НСОС и всегда получали исчерпывшие ответы. Также интересно для нас было то, что у них есть отдельная программа по развитию местного содержания. То есть это казахстанские кадры, приобретение работ, услуг, товаров, местные субподрядчики. Есть соответствующий отдел, который это мониторит. Поэтому мы, если начинали, когда работать, смотрели на зарубежных субподрядчиков, зарубежное сырье и так далее, то сейчас все, почти все субподрядчики у нас, которые мы можем здесь сделать, в Казахстане мы делаем здесь. В первом полугодии 2023 года компания НСОС продемонстрировала самые высокие показатели по местному содержанию в товарах. Процентном соотношении местное содержание в товарах составило 33%, из которых 10% приходится на местные микроэлементы и аминокислоты, произведенные в Center of Bioenergy Research. Доля местного содержания в сертификате CTKZ на микроэлементы и аминокислоты составляет 92%. Мы идем в ногу со временем и стараемся внедрить последние достижения науки в нефтесервис, в производство, в промышленность. С нашими партнерами, с нашими заказчиками мы всегда открыты, потому что мы не компания одного дня. Мы хотим, чтобы наше имя говорило за нас. Поэтому мы стремимся, как я сказал ранее, дать большую ценность, чем от нас требуют. Сегодня мы внедряем прогрессивные технологии, которых не было еще в Казахстане. Создаем уникальные решения и помогаем менять мир в лучшем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова